Победы на всех фронтах. Оба конкурса международных армейских игр, прошедшие в Бресте, принесли Беларуси золото. Наши стрелки были сильнее всех в снайперском рубеже, а группы спецназа в конкурсе «Полярная звезда». Последний один из самых зрелищных на играх – марш, броски, засады, налеты, освобождение заложников в условиях практически боевых. Соперники были не из легких 400 профессиональных военных из двух десятков стран. Тем важнее победа и ценнее опыта, его надо заимствовать и у партнеров по играм. Мы у всех стран берем лучше, где можно. Мы проходим обучение в Российской Федерации, мы ездим и проводим совместные мероприятия с китайской стороной, мы работаем с Казахстаном. У нас в этом году было много мероприятий с Узбекистаном, то есть у нас география большая. Для белорусских полигонов армейские игры 2019 закончились, а главная церемония закрытия пройдет 17 августа в России. Там еще выступают наши танкисты. Они тоже вернутся с медалями. По воде и по суше сегодня в Минске стартует еще один турнир. На нем пригодится умение бегать и плавать. Благотворительный марафон 24 разом приглашает всех желающих. Бегать со смыслом – философия проекта. Смысл прост. За сутки участникам в сумме надо пробежать или проплыть 10 тысяч часов. В этом случае партнеры марафона перечислят 50 тысяч рублей в помощь детям с аутизмом. Среди участников известные спортсмены, артисты. Всего участвует уже более 20 команд, в том числе и телеканал ОНТ. Присоединиться можно к любой. На самом деле у нас каждый час будет один из хедлайнеров. И Даша Домрачева, Надя Скордина, Марина Арзамасова, Наталья Целинская. На самом деле очень много-много других ребят. Я думаю, все могут увидеть это на сайте, каждую команду и увидеть то время, когда эта команда стартует. Поэтому каждый может прийти не только даже, чтобы пробежать, но сфотографироваться со своим любимчиком, взять автограф и хорошо провести время. Тот самый случай, когда важна не победа, а участие. Для тех, кто выдержит 24-часовой забег, организаторы обещают ценные подарки. Марафон стартует в 6 вечера забегом от спорткомплекса «Олимпийский», а заплыв пройдет завтра в полдень в спорткомплексе «Трактор». Беларусь-Китай не только деловое партнерство. Издательство «Мастатская литература» выпустило новую книгу. Она стала продолжением большой литературной серии исследования китайской цивилизации и посвящена архитектуре. Ранее в Беларуси уже увидели свет издания о музыке, литературе, мифах и легендах Китая. Это часть культурного сотрудничества двух стран. О нем договорились 4 года назад. Каждый год на книжной выставе, якея отбываются зимой, у лютым, мы маем махчимасть сустракаться с книговыдацами из инших краин. И вось на одной из таких выстав мы познайомилися с китайскими коллегами, якея зацекавилися теми книгами, якея выдаются у нас, а мы зацекавилися, якея у них. И вось культура багатая, это таки долготерминовый проект, яке будзе знакомить нас у всех в Беларуси, кто живет с китайской культурой. Вскоре богатство и красоту традиционной культуры восточной страны раскроют издания о живописи, театре и иероглифах искусстве «Ушу. Лунном календаре». Это не полный список. В свою очередь, книги о беларусской культуре, природе и традициях тоже находят читателей в Китае. Ученые бьют тревогу. Масштабы загрязнения планеты увеличиваются, частицы пластика уже достигли Арктики. Экспедиция американских исследователей обнаружила их в льдах Северного Ледовитого океана. Разноцветные куски пакетов и бутылок видны невооруженным глазом. Их разносит ветер, а затем они выпадают в Арктике со снегом и дождем. Масштабы загрязнения поразили ученых – около 10 тысяч микрочастиц на литр ледниковой воды. По оценкам экологов, ежегодно в моря и океаны попадает до 13 миллионов тонн пластика, который разлагается сотни лет. Угроза не глобальная, но вполне реальная. Снова участились случаи укусов клещей в Беларуси. За семь месяцев этого года люди обратились за помощью к врачам более 25 тысяч раз. Пик сезона весной в начале лета, однако сейчас начинается вторая волна активности насекомых. К концу лета клещей становится меньше в городах и больше в лесах. Специалисты советуют быть максимально внимательными во время загородных прогулок. Важное направление в профилактике клещевых инфекций – это личная профилактика. Если вы собираетесь посещать лесную зону, надо желательно одевать такую одежду, светлых тонов, во-первых, и чтобы она закрывала все открытые участки тела. Второе – репелленты. Это отпугивающие средства, которые можно купить в любой аптеке. И обработать обязательно надо проводить самые взаимоосмотры через каждый час-полтора. По словам медиков, большинство случаев заражения связано с несвоевременным обращением к врачу. Есть и положительная статистика. Несмотря на то, что клещей стало больше, количество переносчиков опасных болезней среди них уменьшилось. А погода располагает к прогулкам на природе. До 24 сегодня по стране осадки лишь местами по юго-востоку.